Как страдают наши дети от родовых семейных конфликтов? На свою жизнь мы прожили много конфликтных ситуаций и даже сформировали сценарии. Ссор с мамой по теме внешнего вида и одежды, обид за обесценивание отцом наших достижений, закрывание от наших бабушек по теме усмешек, что вот опять жених Аня с мальчиками, вот она пошла, куда намылилась. И во взрослом возрасте это уже другие конфликты, конфликты с мужем, свекровью, другими близкими людьми, подругами, коллегами по работе, начальником, но всё это конфликты, которые... что такое конфликт, да? Это где нам некомфортно, где нам было больно, и что-то до сих пор у нас где-то триггерит, цепляет. И когда у нас там не проработанная тема, не отпущена, то тогда мы орём на детей, словесно унижаем их, что-то запрещаем, просто потому, что в их поведении не мелькнуло что-то похожее на те конфликты из нашего прошлого опыта. Это перенос, чаще всего неосознаваемый. То есть если бы мы осознавали, что сейчас ребёнок, похож на нашу мать, и ведёт себя так же высокомерно, как вела мама с нами, то мы бы разбирались с нашими чувствами, а не лупили ребёнка словами унижения, так как мы понимаем, что ребёнок тут ни при чём. Мы не разобрались там, оставили часть энергии там. И вот это нас триггерит, то, что мы не простили и не приняли. И у ребёнка мелькает что-то похожее, запускает в нас конфликтную ситуацию, запускает в нас агрессию, чтобы мы наконец-то разобрались с ситуацией и отпустили то прошлое. Попробуйте, если не простить, то хотя бы просто принять тот факт поведения людей, которые сделали вам больно. У них были свои причины, и вы, возможно, их не понимаете, не принимаете, но они были свои мотивы того поведения. Попробуйте разобраться с тем, увидеть в ситуации с ребёнком, увидеть вашего ребёнка, отделить, что вот это мой ребёнок, а вот это говорит во мне обида на маму, обида на коллегу, на мужа, который сделал мне больно, и когда мне так хотелось поддержки. Ну, условно, я сейчас фантазирую. И, соответственно, когда вы вот это разделите, вы увидите ваших детей за вашими конфликтами, за вашими обидами, вы увидите вашу любовь к вашим детям. И вы сможете им дать больше своей любви и не насаждать в них те семечки конфликтов, которые они через время понесут психологу. Поддержите и подпишитесь здесь про психологию и энергии жизни простым языком.